Друзья, всем привет! Мы практически дождались весны. Смотрите, какое солнце. Ой, режет глаза. Зайду сюда в тенёк. Приехали на дачу. Снега. Ещё остаточное явление, слышите? Голос немножко немой. Приехали сегодня, суббота. Ну, так уже поздновато, были другие дела. И я сейчас хочу сделать обход, посмотреть наметить фронт работ. Как вы знаете, в феврале уже можно начинать садовые работы, если позволяет погода. У нас сейчас днём плюсовые температуры, ночью минус. Снег практически сошёл. И смело можно приступать к обрезке деревьев. Мы это сегодня уже начнём частично. А вот также я планирую посмотреть побелку на плодовых. потому как вот эти вот весенние яркие солнечные лучи, они и перепады температур, они способствуют тому, что появляются морозобоины на деревьях, особенно на молодых. Вот это обязательно надо проверить. Потому как у нас принято в наших широтах, регионах белить всё к первому мая, но это уже поздно. Желательно побелку проводить либо перед зимой, либо вот в начале в начале весны, перед вот этим ярким солнцем весенним. У нас вот сейчас выглянуло солнышко, а так в принципе ещё дни достаточно пасмурные. Сегодня тоже погода менялась, как обычно в феврале. И шёл снег, он таял. Находили такие тучи, вот мы ехали пока. Сейчас солнышко, сейчас вот я хочу сделать обход, глянуть, что к чему. И ещё какая проблема конца зимы и весна, это грызуны, которые из норок вылазят, у них уже мало пищи, и они начинают где-то что-то подгрызать, кору на деревьях и так далее. И зайцы. У меня какой-то год зайцы очень сильно повредили молодой сад, особенно яблони. Вот. Я хочу глянуть, что там у меня в саду. И подсказали вот такое средство отпугивающее от от друг мой, смотри, посмотри, какое средство отпугивающее для грызунов и зайцев. Это мазь Вишневского. Вот это, знаете, которую на ноги мажут, когда там или тромбы или что-то такое. Она с очень таким едким запахом неприятным, но хорошо отпугивает, оказывается, вот таких вот друзей. Ну и для этого я приобрела сама мазь в аптеке и есть у меня такие одноразовые целлофановые перчатки. Я их планирую так на руку надеть и чух-чух-чух промазать. Но это там в молодом саду за домом, потому что здесь перед домом зайцы не заходят у меня. Вот. А там я все-таки гляну, посмотрю, какая ситуация, не обгрызли ли они в этом году уже что-то, потому что ну просто какой-то год была беда и они очень сильно повредили деревья и одно дерево у нас погибло вот в этом году, засохло, уже которое в общем-то одно из старых было, которые мы сажали. Не те, что тут были, тут практически не было сада до нас. вот, то есть вот это я считаю следствием того, что очень сильно была повреждена кора. Мы ее замазывали глиной, еще говорили надо глина с какой-то кровью там чей-то тоже как бы отпугивать. Вот, но ничего это не помогло. Вот, но еще как бы не каждый год конечно это происходит, может быть там зайцев стреляют охотники, их становится меньше, но тем не менее вот такая вероятность существует, вы тоже смотрите за своими садами. Ну, а средство мазь Вишневского, я думаю, она есть и в России, и в Украине, и как бы это такое средство старое, проверенное, копеечное, почему бы им не воспользоваться. Вот, сейчас давайте спустимся с веранды, я что у меня здесь, видите, неделю назад хоть какой-то был снег, сейчас уже все. ничего нету, и мы как раз сейчас подойдем. О, вот что я ждала увидеть. Друзья, посмотрите, первые подснежники, вот они. Я как-то что-то и думала, что уже вот снег сошел, должны подснежники появиться. О, какая прелесть. у нас сегодня, ребята, 12 февраля, вот, фиксируем этот момент, вот они подснежники. Хорошо, пойдем дальше. Значит, вот у нас это деревце, надо было бы подновить по белку, вот, смотрите, это черешня у меня, такое состояние почек, и вот оно готово к тому, что можно было бы его подбелить. Мне кажется, что у меня есть по белкам, точно не использовала тогда всю. Смотрите, ну, здесь за забором снег еще остался. Вот, мой пес, у него скоро день рождения у Зигфрида, ему исполняется 7 лет, 15 февраля, так что вот мы будем мальчика поздравлять нашего. Так, ну, что здесь? Вообще, я даже слышала такое мнение, что уже можно начинать подрезать гортензии, но я пока не буду рисковать с гортензиями, вот, у меня есть, что подрезать без них. Так, сейчас, а, муж там уже что-то режет, да, я слышу пилу электрическую. Так, ну, тут, видите, все уже, снега нет, хотя, хотя снег еще может быть. у нас год назад было столько снега и была самая настоящая зима. О, сейчас я подойду, посмотрю. Чего? А зачем ты веревка? А, Я думала, она сейчас туда упадет. А, ну, туда. ничего себе. Это какое-то, ну, какое-то дерево не плодовое, оно тут появилось, не пойми откуда, вот, вот этот вот пень, он пророс сквозь вот эту сетку рабицы, мы когда-то ее тут, ну, думали, а, потом забор поставим, знаете, как всегда, ничто так не постоянно, как временное. Да, относительно ровно вот поверху. Оно, конечно, дает сумасшедшую поросль, вот это вот, смотрите, вон там тоже был сучок, из него сколько порослей, ну, хотя бы эту сторону мы так расчистим, вот, и эту сетку уже пронизали поросли всевозможные, ужасные. Здесь, ну, вот там бузина тоже самостоятельно проросла, в принципе, бузина, так и быть, неплохо. Боже, тут я хожу, просто, вон какая грязь ужасная. Вот, бузина еще ладно, ну, вот форзиция, здоровые кусты, сейчас так не сильно понятно, но, тоже они мощнейшие, они просто тянутся и тянутся вверх, как их не, ну, я так думаю, еще и такой сорт форзиции мне попался, очень высокорослый, потому что я смотрю, вот, по городу, у нас на территории института есть форзиции, сейчас посмотрим, что тут, на территории института, они не такие мощные, их не стригут там бесконечно, а у меня просто какие-то гигантские деревья. так, ну, вот эта черешня, в принципе, она уже такая, что, я думаю, она справится с солнечными ожогами, так, вот эту яблоньку надо будет подбелить, я так думаю, вот эту, и тоже, смотрите, вот, вот они, трещины, вот эти вот, наверное, в прошлый год так получилось, видите, надо белить, как-то мне яблони жалко, я же говорю, одна пропала из больших, сейчас, тут глянем еще, да, яблони надо будет обязательно, не в эти выходные, так в следующие, вот сейчас посмотрим, вот они, морозобоины, видите, вот, 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 тоже следы побелки остались, я весной белила, но, естественно, оно уже все смыто, так, ну, собственно, сад вон какой, такой, как и у всех в это время, конечно, февраль месяц такой, что еще могут быть и снега, подул ветер, снега могут быть, перемены температур, но пока что у нас вот установилась, вот на этой неделе, в общем-то, днем плюс, пусть и небольшой, ночью, естественно, минус, то дождик, то снег с дождем, ну, все оно тает, и, в принципе, вот это время, как раз подходящее для обрезки, уже нет таких морозов сильных, ну, когда ты вообще не выйдешь, и оно ни к чему, там, в минус 10 обрезкой заниматься, а вот сейчас как раз нормально, так что, я думаю, мы хоть по чуть-чуть, он уже какое здоровенное, он срезал, Гриша, молодец, пока я тут хожу с телефоном, ну, вот какие стволы, и это же уже они, когда-то мы обрезали этот ужас, вот, ну, ничего, будем костры жечь, что делать, вот у нас тут осталось от хлопушек новогодних, вот, сосны какие-то такие, знаете, прям, даже как-то не зеленые, не знаю, пожелтевшие, и елочки тоже, говорят, елочка зеленая, сорта такие, может, так и надо зимой, ну, а тут, смотрите, тоже мы, конечно, все не обрежем по уровню забора, вот это вот у нас поросль от сливы, она такая полудикая, ну, на вкус, кстати, нормальная, это вот там вот дальше была слива старая, и вот от нее как-то вот пошло-пошло, и тоже тут мы, в принципе, я как бы и не жалею, что тут зеленая изгородь в виде вот этой сливы, меня единственное, что вот тот пенек раздражает, слива нет, потому что это и ветрозащита, собственно говоря, и, ну, и какая-то защита даже визуальная от соседей, вот этот пенек, он обрастет просто на глазах, то есть тут не будет так голо, как сейчас, здесь и сирень есть, вот, там надо почистить это все, так что тут будет зелено, тут будет все хорошо, и не видно ничего, вот это у меня абрикос, который вообще не плодоносит, ну, по пару штук завязи, и потом он опадает, я буквально раз или два попробовала на вкус, что это за абрикосы, но они они хорошие по вкусовым качествам, но урожаев пока мы не дождались, вот, ну, здесь, здесь у меня мои клумбы, ими я заниматься буду позже, обрезкой гортензии тех же, вот у меня тут кусты, надо будет вот этой частью заняться, потому что она у нас такая малокультуренная, эти ветки повыносить, там почистить вокруг роз, и посмотрим, как оно уже потом, когда зазеленеет, какой будет визуальный эффект, вот, так что сейчас пойду искать свои ведра, ведра с побелкой поищу, и может хоть пару деревьев начну уже белить, как-то вот такие планы, друзья, вот, ну что, начало положено, я думаю, и вы уже начали выбираться на дачу, там, где более-менее потеплело, начинаем работать, друзья, ну вот, первое дерево уже побелило, это яблонька, я вам ее показывала, вот, нашла я краску для деревьев, вот с этой стороны тут сильная была морозобоина, вот такая вот краска, вот, хоть она и старенькая была, я ей немножко добавила теплой воды, нашла кисточку, вот, знаете, все спонтанно, но тут главное сейчас белый свет, цвет, который будет отражать солнечные лучи, уже какие-то там свойства, которые заявлены на краске, типа, ну там же они обеззараживают, еще что-то, я не жду, ну, а вот чисто такой визуальный эффект, так, сейчас я хочу еще побелить, вот тут вот у меня это хорошая груша, парижанка, есть разные к ней названия, ну, тряпочку надо оторвать, вот, пусть тоже, пусть тоже будет побелена парижаночка, о, умка прибежал, дело в том, что это первый год, когда я вот так вот по правилам начинаю белить деревья, никогда не получалось раньше в это время, вот, ну, а тут, думаю, надо, раз приехали, уже делать по правилам, как рекомендуют специалисты, чтобы это был не просто эффект визуальный к первому мая, а с пользой, особенно молодые вот эти у вас деревца, вот они, жалко их, ну, вот на первый взгляд зайцы не грызли в этом году, там сейчас еще одну яблоньку молодую побелим, старые, конечно, уже я не буду, вот, там им уже это и не так страшно, на старые ветки, а вот такие вот стволики, вот видите, тоже морозобоины есть, надо, надо их обезопасить, потому что тут хороший урожай с этой груши, они такие зелененькие, продолговатые игрушки, тверденькие, сочные, не становятся кашеобразными, ну, конечно, если долго только их держать, так, в принципе, вот, так что я начинаю по правилам сад следить за садом, вот, надолго ли хватит, не знаю, все же зависит от того, приехал, не приехал, когда приехал, какая погода, при этом, знаете, все тоже, следующие выходные, возможно, я и не приеду, там свои проблемы в городе, так что воспользуюсь моментом, и вот эти хотя бы молодые побелю, 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 вот, Гриша там занимается этими ветками, там он срезал, по сути, сортирует, еще, не знаю, рано, наверное, поджечь, там у нас еще с осени осталось много мелких, потому что полдвора занято сейчас, не двора, вот эта часть за домом, вон там у нас полно этих мелких веток, ну, вот, у нас есть вот этот измельчитель, но им тоже это надо хорошо потратить время, чтобы им заниматься, потому как там же он не такой, как промышленный, вот, все равно надо ветку приводить какому-то виду определенному, там подрезать вручную, а потом только измельчать, это тоже как бы время, а вот, ну, не всегда на все хватает, кажется, так, приехал, вроде бы, это уж не полных два дня, вот, не полных два дня, вот тут вот, лишайники, конечно, вот на яблоне, ну, что ты сделаешь, я хоть и поливала железным купоросом, если помните, осенью, это же и от лишайника в том числе, ну, это надо постоянно делать, иначе, о, мой друг пришел, мой друг, мой друг, друг мой, мечтательно вдаль смотрел, сейчас уляжется, нашел дохлого какого-то, не пойми что, то ли остатки мыши, то ли птенца какого-то, и несет во рту, я говорю, а ну отдай, боже, как я увидела, что это, это ужас, вот эти собаки, вот они такие, да, мой зайка, вот он какой, мой мальчик, так, так, ну и что, еще одно дерево побелено, сейчас пойду дальше, друзья, к слову о том, как меняется погода в феврале, вот смотрите, крупа, зигфрид, подойди, стой, стой, весь в крупе, весь, абсолютно, и вот то солнышко, то вот эта вот крупа, ну уже скоро будет наверное садиться солнце, уже достаточно так пасмурно, у нас где-то после пяти закат, вот, я еще пытаюсь тут немножко что-то подбелить, хочу использовать уже эту краску, если получится, потом новую докуплю, вот, немножко подпалили, вот сухой травы, с осени осталось, может хоть чуть-чуть, чуть-чуть удастся расчистить, потому что, конечно, работай и работай, тут на таком большом участке, только успевай, удастся, ведь отстойивная terrain, shock, удастся, 普, все молотANs, ну еще даже Rivom, пленки, я беда, я returns, а петра подарил, exponent hago Mackay,